МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребят, ну что, скоро-скоро приступят к первому испытанию. Ну а сейчас давайте с вами посмотрим, чем закончился наш предыдущий игровой день. Внимание на экран. Итак, борьба между Костей и Ангелиной подошла к финишной черте. А ну-ка внимательно посчитай Костю. Тоже семь? Победила другба сегодня. С чем я вас и поздравляю. Ангелине сегодня придется нелегко. Хотя вчерашняя игра закончилась с равным счетом 7-7, Костя по-прежнему сохраняет преимущество в 2 очка. Что ж, впереди финал. Ну что ж, ребята, пока у нас лидирует Костя, у него целых 25 фишек, у нас сегодня серьезные испытания и возможность заработать много фишек. Так что, Ангелина, у тебя есть реальный шанс догнать Костю. Ребят, ну что, первое испытание. Сейчас, ребята, я буду загадывать вам загадки. Загадки будут посвящены дорожным знакам, а вы должны будете догадаться, о каком знаке идет речь. Итак, сейчас мы определимся, кто начнет отгадывать загадки первым. Итак, жребий. Выбираем руку. Ангелиночка, ты первая. Первая загадка для тебя. Слушай внимательно, ты Косте не подсказываешь. Это загадка именно для Ангелины. Если вдруг она не справится, тогда ты ее отгадаешь. Слушаем внимательно. Переход широкий, длинный, можно смело здесь шагать. Пусть стримглав летят машины, им меня не испугать. Беспокоитесь? Напрасно. Я примерный пешеход. Здесь подземный, безопасный, самый лучший переход. Итак, Ангелиночка, о каком знаке дорожном здесь идет речь? Я примерный пешеход. Здесь подземный, безопасный, самый лучший переход. Это Ангелины загадка. Костенька, ты пока ждешь. Ангелина думает и свой вариант, какой ты можешь предложить. Как ты думаешь, о каком знаке? Ну что, Ангелин, попробуй определиться с выбором. Покажи знак, о котором ты думаешь идет речь в этой загадке. Мне кажется, либо вот этот, либо вот этот. Присаживайся, Ангелин. К сожалению, ты ошиблась, Ангелин. Ни тот, ни другой не является отгадкой для этой загадки. Костя, а ты знаешь отгадку? Что это за знак? Это можно в метро ходить. Как этот переход называется? Если в метро спускаемся под землю, значит как называется? Подземный. Подземный переход. Ангелиночка, ты не очень внимательно слушала, потому что отгадка даже звучала в самой загадке. Я подземный, безопасный, самый лучший переход. Но ничего, у нас еще много заданий впереди. Итак, ребята, поскольку у нас финал, то возможность заработать фишек здесь очень хорошая. За каждый правильный ответ я вам буду давать три фишки. Здесь у нас Ангелиночка ошиблась. Костя ее поправил, поэтому одна фишка тебе, Костя. По праву принадлежит. Вторая загадка. Костя, слушай внимательно. Новый знак. И значит это, здесь машины не спешат, потому что рядом где-то школа или детский сад. Двое, школьница и школьник, забежали в треугольник. И шофер, и все на свете понимают, рядом дети. О каком знаке, Костя, идет речь в этой загадке? Наверное, вот этот. Нет, Костя, не этот знак. Я знаю, какой знак. Какой, Ангелина, как ты думаешь? Правильно, Ангелин, вот этот знак. Дети, такой знак обычно ставят возле школы, чтобы водители знали, что рядом находится школьное учреждение. Молодец. Снова, как и в предыдущий раз, Ангелине одна фишечка за то, что она правильно поправила. Третья загадка, Ангелин, для тебя. Слушай. У посадочных площадок пассажиры транспорт ждут. Установленный порядок. Нарушать нельзя и тут. Кажется, вот этот. Да, Ангелиночка, ты совершенно правильно ответила. Этот знак называется остановка. Три фишки ты заработала на этой загадке. Целых три. Держи. Клади в коробочку. Костя, последняя загадка для тебя. Не зевай, смотри вперед. Твой маршрут пересечет ни собака, ни кошка. Пешеходная дорожка. Этот знак нам говорит, рядом место перехода. Светофор тут не горит, но дорога переходу. Пешеходный переход. Правильно. Молодец, Костя. И ты тоже заработала. Дети, это значит, что вы настолько сильны, вы одинаковые соперники. А это очень хорошо. Итак, ребят, первый конкурс завершился. Сколько фишек у вас? Четыре у всех. Четыре. Отлично. Ну что же, ребята, сегодня, сейчас состоится наша последняя встреча с нашей хорошей знакомой, тетей Катей. Давайте послушаем, что она нам сегодня интересного и полезного расскажет. Ребята, здравствуйте. Как у вас дела? Нормально. Свою беседу я начну с такого вопроса. Вы посещаете после урока в спортивной секции кружки по интересам? Я посещаю... Куда, Ангелиночка, ты ходишь? Я иногда на танце, иногда на плавание. Какая ты активная девочка, молодец. А ты, Костя, куда-нибудь ходишь? Ну, я в школе хожу, там, на карате. Ох, какой ты спортивный парень. А в школе я хожу на рисование. Молодцы, очень много увлечений. Молодцы, давайте слушать дальше, тетю Катю. Какие вы молодцы, что ведете такой здоровый и активный образ жизни. Но возвращаться домой после занятий в кружках и секциях приходится в темное время суток. Видимость в это время на дороге очень плохая. И пешехода в это время заметить сложно. Что в таких ситуациях необходимо носить, чтобы быть хорошо заметным в темноте? Что? Фликер. Фликер. Правильно, конечно, фликеры. Фликер – это световозвращатель, который изготавливается по специальной технологии. Из мягкого пластика и ярких цветов. Если пешеход обозначен таким световозвращателем, то водитель автомобиля замечает его с расстояния до 150 метров. А если автомобиль движется с включенным дальним светом фар, то это расстояние увеличивается до 400 метров. И получается, риск стать жертвой дорожно-транспортного происшествия снижается в несколько раз. Фликеры бывают разными в виде значков, подвесок, наклеек, которые крепятся на одежду, сумки или рюкзаки. Лучше всего отражают свет фликеры белые и лимонные. Пришла пора нам с вами прощаться. Берегите себя и до новых встреч, ребята. Пока. До свидания. До свидания. А сейчас у нас с вами самое последнее испытание. Не только с сегодняшнего дня, но и всей вашей игры четырехдневной. Которая уже и определит, наверное, кто станет победителем всей нашей игры. Ребята, для финального испытания я не стала вам придумывать загадки. Это было бы слишком просто для таких сильных соперников, как вы. Поэтому это будут вопросы. Но вопросы, сразу предупреждаю, непростые. Но ответы на них, ребята, вы знаете. Потому что все их вы уже слышали на протяжении четырех наших игровых дней. Кто был внимательный, тот обязательно ответит. Итак, я задаю вопрос. За каждый правильный ответ вы получите три фишки. Если один не знает ответ, поправляет другой и получает одну фишку. Понятным словом я? Настроились. И кто у нас желание изъявит первым начать? Костя, как мужчина, решил первым. Ну пусть. Правда? Костя, первый вопрос тебе. Слушай внимательно. Что нужно прежде всего делать, если вы стали свидетелем аварии или любого другого дорожно-транспортного происшествия? Нужно позвонить в милицию и в скорую помощь. Правильно, Костя. Нужно позвонить в милицию, в скорую помощь, дождаться приезда инспектора в ГАИ и рассказать все, что вы видели. Правильно, Костя. Молодец. Запоминайте внимательно, чтобы вы всегда знали, как поступать в таких ситуациях впредь. Держи, если вдруг окажетесь. Так, второй вопрос, Ангелиночка, тебе. Слушай внимательно. Какие есть правила поведения в общественном месте? Нельзя, когда ты ждешь автобуса, выходить на дорогу. Правильно, Ангелина. Или стоять на краю дороги. Да, нельзя стоять на краю. Нельзя вот так вот высовываться из трестуара. В транспорте. Как мы там учились, как нужно вести себя в транспорте? Надо уступать пожилым людям сиденья. Надо держаться за порученьки. Нельзя бегать. Громко разговаривать. Умничка, Ангелина. Очень много ты запомнила из того, что мы проходили с вами. Держи три фишечки свои. Ура! Еще по одному вопросу осталось. Костя, твой теперь вопрос. Как правильно переходить дорогу, если поблизости нет ни светофора, ни пешеходного перехода? Посмотреть по сторонам. И еще нужно дождаться, когда все машины проедут. Да, Костя, сначала слева пропустить все машины, потом справа. И еще одно было такое пожелание, как переходить дорогу. Прямо или наискосок? Прямо. Прямо, чтобы быстрее перейти дорогу. Правильно, Костя? Тоже ты запомнил и здесь, как правильно поступать. Поэтому три фишки законные твои. Держи. И последний вопрос твой, Ангелиночка. Все три вопроса были из предыдущих соревновательных дней, а последний, четвертый, из сегодняшнего. Итак, это упрощает задачу. Ангелин, твой вопрос. Итак, что такое фликер? Фликер это такой свечащая... Светоотражающаяся. Светоотражающаяся штучка такая, которая светится в темноте. И когда машины едут, они, еще когда пары светятся, они видят, что человек идет. Да. А куда можно прикреплять фликер? Фликер можно вешать на куртку, либо на рюкзак. Правильно, Ангелиночка, правильно. Запомнила ты, что такое фликер. Держи три фишечки. Оп. Ну что, ребята, давайте посчитаем, сколько вы сегодня вам удалось заработать фишек за сегодняшний, четвертый соревновательный день. Один. Один. Сами справитесь? Пять. Пять. Семь. Восемь. Девять. Девять. По девять. Значит, отлично. Ребята, вот это еще раз показывает, насколько вы сильные, такие одинаковые соперники, идете все время на равных. Просто единственное, что Косте удалось вначале немножечко оторваться в первых играх, и поэтому у него на четыре получилось фишечки больше. Двадцать пять за предыдущие дни, плюс девять за сегодняшний, это тридцать четыре. А у тебя, Ангелиночка, тридцать. Тридцать и тридцать четыре. Итак, победу в нашей игре, в этой команде вашей, одержал с небольшим отрывом от Ангелины Костя. Ребята, но вы у нас вдвоем являетесь победителем, потому что самое главное – это безопасность. Ваша, ребята, безопасность. И всех тех людей, которые находятся рядом с вами. Ребята, я желаю вам успехов в вашей жизни. И хочу вручить вам подарки. Вернее, вы их сами можете взять. Вот они у нас. Я хочу. Ну, аккуратненько. Ребята, поздравляю вас. Всего вам хорошего. Ну, а я жду встречу с новыми участниками в нашей стране безопасности. До свидания, ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова